Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня понедельник, 22 марта. Представляю вашему вниманию торговый план по парам с евро, британским фунтом и японской иеной. Все три валюты находятся в фазе нисходящей коррекции по отношению к доллару США в последнее время после бурного продолжительного роста и сейчас потенциал для продолжения все еще сохраняется. Итак, давайте посмотрим подробнее. Ну и вот перед нами евро, который не стал снижаться по предполагаемому сценарию, затормозившись в диапазоне от 1,1905 до 1,1868, образовав тем самым боковик, в рамках которого торгуется до сих пор. Попытка развить восходящее движение при этом также не удалась. Сопротивление на 1,1957 сдержало импульс, подтвердив силу этой зоны и отправив пару снова вниз. Текущий расклад сохраняет прежний прогноз на снижение ввиду полноценного ретеста сигнальной зоны и последующего возврата под нее. Вероятно, котировки продолжат торговаться в текущем диапазоне, а по окончании имеют шанс на продолжение коррекционного снижения к прежней целевой области. И вот на актуальном графике с учетом контекста сигнальная зона скорректирована, поскольку перед основным импульсом снижения вполне можно ожидать отскока от нижней границы флета на 1,1868, что может привести уже к локальному восходящему движению в район между 1,1931 и 1,1957, который происходит в данный момент. Отбой уже из этой зоны в свою очередь подтвердит начало нисходящего моментума, который нацелится в область между 1,1788 и 1,1735. А вот отмена текущего сценария состоится при пробое и росте выше разворотного уровня на 1,1957. Ну и вот британский фунт также продолжает боковик, который длится уже достаточно давно. Целевая область так и не достигнута. Почти месяц пара торгуется в диапазоне между 1,4019 и 1,3860. Вот с момента прошлого обзора цена сначала ушла к уровню 1,3860, после чего снова выросла уже к сопротивлению на 1,3955, пройдя чуть выше до отметки 1,40, откуда снова начала снижаться. Пока общий характер движения продолжается в виде диапазона, в котором пара вероятно еще будет торговаться какое-то время. Тем не менее, время его окончания очевидно приближается, так что шансы на продолжение снижения сохраняются. Поэтому прежний сценарий пока остается в силе. И вот на актуальном графике ожидаемый сценарий остается прежним. В данный момент пара вероятно намерена снова протестировать сигнальную зону между 1,3955 и 1,4019. Определяющим в данном случае станет способность цены вернуться и закрепиться в последующем ниже нее. В этом случае пара имеет все шансы развить нисходящий импульс, нацеленный в область между 1,3700 и 1,3617. Отмена текущего сценария состоится при росте и закреплении выше разворотного уровня на 1,4019. Ну и вот рост в паре с японской иеной также затормозился. Впрочем, неожидаемой коррекции неожидаемого роста не случилось, поэтому ни целевая область не достигнута, ни сигнальная зона не протестирована. Цена просто продолжила торговаться между 1,0937 и чуть выше уровня 1,0845, тем самым формируя диапазон. Очевидно, что сейчас развивается коррекционная формация, так что вероятность нисходящего движения все еще нельзя исключать. Тем не менее, цена может закрепиться в текущей области, откуда и начнет новый восходящий импульс, поэтому есть основания для корректировки сигнальных уровней, оставив прежний сценарий в силе. Ну и наконец, на актуальном графике сейчас пара, очевидно, нацелилась в район нижней границы текущего флета на 1,0845, который выступает серьезной поддержкой. Подтверждением этому станет ретест этого уровня с последующим отскоком от него, что может придать силы покупателям для развития уже восходящего импульса, который нацелится в область между 110.13 и 110.33. А вот отмена текущего сценария состоится при проборе и закреплении пары ниже разворотного уровня на 107.80. И на сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев, и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Я желаю всем профитной недели, и до встречи в следующем выпуске.